Ну что, жахнем по Фикс Прайсу. Всем привет, мои куколки, красотки и красавицы. Меня зовут по-прежнему Алена и я приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео будут очередные покупки из магазина Фикс Прайс. Забегая вперед, хочу сказать, что они будут очень интересные. Если вам интересно, обязательно оставай. Первое, с чего бы я хотела начать, это с вот таких вот коробок для хранения. Первую коробку, которую я нашла у себя, вообще очень долго гонялась именно за ними. Нашла я вот такую вот коробку с мини-отсеками. На самом деле брала я ее для своих носков, то есть для каждого отсека своя пара носочков. Мне кажется, это очень будет удобно, очень хорошо смотреться и очень практично, так скажем, достали вы эту коробочку, выбрали ту пару носков, подходящую по цвету или же по сезону, так скажем, и убрали. Очень-очень классный, качество у него добротное, молния очень хорошо работала, довольна я осталась данной покупкой. Тем более он стоил, по-моему, 77 рублей, а все остальные, которые я вам покажу, они стоили по 90. Дальше покажу вам вот такой вот набор из коробок. Вот как раз-таки он, по-моему, стоил 99. На самом деле не помню, не буду врать. Вот такая вот коробочка. Тут у нас на самом деле уже нету молнии, тут шло отдельное дно, вот такое вот плотное, и сама коробка вот так вот была в сложенном состоянии. Очень тоже интересно будет посмотреть. Я взяла специально на пробу себе по одному экземпляру, по одному виду, чтобы посмотреть, нужны ли они мне, подойдут ли они мне, будут ли они мне практичны. Но по логике вещей, практичными они должны быть. Это можно использовать для трюсиков, это для каких-то бюстгальтеров. В общем, фантазия у всех разная, и каждый тоже сможет приспособить для себя тот или иной вот этот вот бокс для хранения. Тоже очень интересная покупка, я так думаю. И последнее из боксов, я вам покажу вот такой вот. Тоже он очень плотный. У него также было вынимающееся дно, но дно тут, я вам хочу сказать, в отличие от тех боксиков, оно немножко более мягкое, так скажем. И сам бокс на картинке, когда я покупала, был немножечко другим, поэтому для меня немножечко это было разочарование. Но так, я думаю, я ему найду применение, я хотела его именно купить себе для хранения шапок. Ну, не знаю, на самом деле, он какой-то немножко мягкий, вот этот вот мне не очень, на самом деле, понравился. Из новинок покажу вам то, что я нашла, это две вот таких вот маски для волос. Маска-бальзам для волос, укрепляющая от корней до кончиков, секретная формула О в Корее. Ну, конечно, это производитель не Кореи, а Республика, по-моему, Татарстан, если я не ошибаюсь. Да, Республика Татарстан, Казань. 450 миллилитров, вот так вот она выглядит, запах девчонки просто обалденный. И она не сказать, что прям очень, оп, очень жидкая, хотя вот жидкая, вот вылилась и жидкая. Не сказать, что очень жидкая, но не сказать, что очень густая. Я уже ее попробовала, только другую, не укрепляющую, но мне кажется, по действию они будут идентичны. Пробовала я вот такую вот восстанавливающую маску, их всего два вида, одна укрепляющая, другая вот такая вот восстанавливающая. И я не ожидала эффекта, серьезно не ожидала. Конечно, не сравнить это с каким-то салонным уходом, с помощью масел, не сравнить. Но эффект реально классный. Я специально перед тем, как использовать данные штуки, использовала шампунь для глубокой очистки волос. И решила посмотреть. Волосы, соответственно, после его применения были очень жесткие. Решила посмотреть, протестировать классные. Мне реально понравилась эта маска, бальзам. Но, скорее всего, это в большей степени хороший бальзам, нежели плохая маска. Вот такие вот две покупки по 77 рублей. Еще один кофр подвесной, который я купила. Я купила в двух экземплярах. Один уже висит у меня в ванной. Вот такой вот. Вот этот распаковывать еще пока не буду, так как я хочу немножко переорганизовать хранение косметических средств своей ванной. И тогда уже достану этот второй. А тот я достала для пробы. Вот так вот он выглядит на самом деле. У него из минусов очень хлипкая петелька, на которую вешать. Очень хлипкая. И если вы наполните вот этот кофр с двух сторон, так как имеются с двух сторон карманы на этой штуке, то обязательно порвется. Поэтому лучше, если у вас есть машинка, прострочить эту петельку или же прошить дополнительно с помощью ниток, чтобы уж наверняка, так скажем, не упало. Потому что я когда повесила это все дело, оно у меня через 10 минут упало. И все разбилось практически. Все мои лаки для волос, все масла, все поразбивалось. Поэтому обязательно будьте аккуратны. Вот такой вот кофр. Если вам нужно, есть в двух расцветках вот такая вот коричнево-бежевая. И есть черная, которую я вам показывала ранее, черная с белым. Постоянная покупка вешалки. Я уже много раз говорила, что они каким-то магическим образом куда-то исчезают. Но потом я их нахожу. И нахожу в таких местах просто, я не знаю, как они туда попадают на самом деле. В общем, три вешалки на этот раз взяла еще себе. Мне нравятся они тем, что они имеют антискользящее покрытие. Тем, что когда вы вешаете какие-либо вещи на данную штуку, то они меньше места занимают, чем другие вешалки. Я люблю их, я ими довольна. Иногда, знаете, вот так раз через раз обновляю эту коллекцию тремя дополнительными вешалками. Покажу вам штуку разочарования. Просто когда я ее купила, я думала, она будет нормальная. Но нет. 55 рублей. Это у нас лампа. Лампа, лампа, как тут написано. Так, энергосберегающая лампа. Срок службы должен быть 2000 часов. Так, ватт 13, 65. В общем, ладно. Засунула я в свою лампу. Лампа, которая идет такая, такой интим свет она создает. То есть такая слегка приглушенная. Не сказать, что прям яркая лампа или там блюстер я вкрутила. Нет. Я начала вкручивать, включила лампу, и она просто щелкнула. Сгорела моментально. Поэтому с такими лампами будьте аккуратны. Если у вас нету, как у меня. У меня, когда происходит замыкание, счетчик моментально вырубает весь свет вокруг. То есть весь свет, который есть в квартире. Это как бы, по-моему, защита дополнительно называется. Ну, не помню. У меня все вырубило, вышибло пробки. Аккуратнее, аккуратнее будьте с данным. Уже повторную покупку. Это вот такие вот штуки. Первый раз взял мой папу. Второй раз я решила сама проявить инициативу и приобрести. Это набор подкладок для мебели, защита от царапин, самоклеющийся. На самом деле, вот эти вот штуки все намертво прилипают к любой поверхности мебели. И очень они удобны. Они не царапают. Нет ничего. Их очень удобно в дальнейшем двигать. Нет вот этого вот скрипа, когда вы что-то двигаете. Этот отвратительный скрип. Те, кто двигают мебель, те знают. В наборе идет диаметром 28 мм 8 штук, 20 на 20 мм 12 штук, диаметр 20, это 16 штук, и диаметр 13, 12 штук. Вот, в общем, такой вот наборчик. Очень удобный, очень практичный. Вот такая вот пепельница. Решила взять машину-пепельницу на самом деле, и я подумала, что она будет такая прям как вот в телемагазинах, такие, знаете, крутые пепельницы. Приблизительно недавно видела вот такую же пепельницу в телемагазине. Она стоила что-то рублей 800 или 900, по-моему, даже на ТВСЛ. И решила взять. Тут очень такой плотный пластик. Но самый в чем прикол, когда вы открываете, тут загорается лампа. И весь пепел, который будет сваливаться, он будет сваливаться в эту дырку, а бычки будут оставаться наружу. Ну, не знаю, на самом деле, практично она будет или нет для машины. Ставится она в подстаканник, который идет для кофе или для чая, если у вас есть в такой машине. Последняя это еда. Я купила себе читес. Я очень люблю читес именно с кетчупом. Там он стоил по 25 рублей, но потом я зашла в магнит, и он стоил по 20 рублей. То есть выгодно-невыгодно, тут все-таки нужно смотреть по магазинам. Есть что-то в фикс-прайсе подешевле, есть что-то, наоборот, дороже. Как бы, ну, понятное дело, это во всех магазинах так. Взяла себе два вот таких вот читеса с кетчупом. Идентичный читес, как и во всех магазинах. Дальше взяла я вот такую вот на пробу. Я почему-то очень была смущена, когда я увидела вот такие вот молочные продукты, не стоящие в холодильнике. То есть в холодильнике они стоят, но холодильник не включен. Логика железная, ладно. Большая кружка, молочный коктейль, банан, с мороженым бананом. Вот так вот выглядит. Но потом, когда я посмотрела на этикетку, что этот продукт можно хранить не в холодильнике, от 2 градусов тепла до 25. То есть он не испортится, абсолютно нормальный молочный коктейль. Это, по-моему, как раньше называлось тетропак. Вот это вот, знаете, когда молоко не молоко, но, тем не менее, срок годности чуть ли не 2 года. Вот так вот. Очень, кстати, вкусный коктейль. И последнее, что я вам покажу, это у нас Skittles. Я обожаю Skittles, особенно вот этот вот кисляк, кислячный. Несмотря на то, что он прямо очень сильно кислый, я обожаю, мне нравится. Особенно, когда ты пришуриваешь один глаз от этой кислоты. Очень я его люблю. Там он по 25, по-моему, да, по 25. И вот такой вот розовенький. Два вот таких вот Skittles. Классная штука. Почему бы нет зайти купить и не париться вообще. Многие вот там продукты, которые продаются вот в предкассовой зоне, многие продукты на самом деле дешевле той цены, которая представлена в супермаркете. Ну вот и все, девчонки. Это были все мои покупки FixPrice. Надеюсь, вам мое видео было интересно и полезно. Всех люблю. Целую всем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пока. Бамбалейла. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok